Когда съемка закончится, я еще попрошу, когда я поговорю с вами, да? Здравствуйте. Представьтесь нам, пожалуйста. Вот так? Да. Представьтесь нам, пожалуйста. Я не понимаю. Представьтесь нам, пожалуйста. А Маргарита Петровна Тарасова, 1924 год, 23 июня родилась. Где служили? Расскажите. Служила на Ленинградском фронте. Защищала Ленинград, вокруг Ленинграда. Все область, потом Фронт, Несечка Углова, Лисий Нос, Парголова, что ли. Ну, вокруг вот все так. В каком году вас призвали? Я комсомолец-доброволец, сама пошла. И меня... Я окончила московское военное училище с отличием. И вот здесь значок у меня «Отличник ВВС авиации». Я почему это? Здесь у меня еще медаль Жукова и медаль за оборону Ленинграда. Я... Почему? Потому что я горжусь этими наградами. Вот, ребята. Я воевала, но... Страшно там все было. Но я всегда говорила, что я ни в какое убежище не пойду. Я буду умирать под открытым небом. Тогда я ничего не боялась. Я и на посту, и ходила. Я сама синоптик, моя профессия. И аэролог, и метеоролог прогнозы погоды давал. Я летала в самолете, когда мы прорывали блокаду в Ленинграде. Какое звание вы получили? Вот. Так что это так... Памятные даты мои заболевались. А еще я экскурсовод тамборский. Я много по школам ходила всегда. Это я теперь сливай как стала. А так я... Ну, хорошо. И ребятишку очень любила. Я говорила, вижу в глаза ребят. И как будто они мне свою силу отдают. Радость жизни. Я сейчас слепая. У меня левый глаз вообще не видит. А правый чуть-чуть. И я вас вижу как в тумане. Но я карабкаюсь. Живу всем силой. Я делаю трудную зарядку. Такую, которую, пожалуй, сейчас и здоровой не сделаю. Но я себя заставляю регулярно. А сколько сейчас вам лет? Вот. Все мое тоже. Скажи, сколько лет. А сколько вам сейчас лет? 86. 23 июня мне 86 лет исполнилось. С прошедшим днём рождения вас. Спасибо. Управляю. И вот что я хотела сказать. А, сейчас скажу. Вот мне и машину не дали, хотя все у меня документы в порядке. И компенсации зажулили. Причём один человек, хороший вот её фамилий, сейчас его не помню. Он взялся и говорит, я вам всё пополню там. А потом звонит, что вы списки давно уничтожили. Я в первых списках была. Ну, и Бетин просто отписался. И никто ничего не помогает. У меня сын в Ленинграде родился после войны. Он, сейчас я не знаю, но он командовал полком на... То есть он тоже был военным, да? ...полковник, жив. Правда, у него уже инфаркта такой обширный. Но сейчас он работает в Москве, а живёт в Рязани. У меня брат ныне умерший был командир подводной лодки. Слово-полковник, Североморский. Он меня на свой, этот, на лодку водил. По пропуску там я приезжала, там же запретные зоны. Ой, как страшно. Вот, ой, как они там живут. Но я была, вот, ведь войну видела многое. И я прям не знала, как оттуда выплатить из этой лодки. Вот, видите как. Ну, как.